В администрации округа состоялось заседание межведомственной рабочей группы по содействию избирательным комиссиям по проведению выборов на территории региона. Для выборов в единый день голосования в НАУ будет организован 51 избирательный участок, 40 в Заполярном районе и 21 на Ринмаре. С учетом специфики региона также будет организовано и досрочное голосование в Олейних стойбищах и на Рыболовецких участках, а также выездное голосование 14 сентября в Неницкой окружной больнице, тупдиспансере и изоляторе временного содержания. Подготовка к выборам в НАУ идет в плановом режиме. 7 июля закончился срок выдвижения кандидатов на должность губернатора Неницкого автономного округа. На выборы своих представителей выдвинули пять политических партий. «Единая Россия» Игорь Кошин, «Родина» Тимофей Солуянов, «ЛДПР» Андрей Смыченков, «Справедливая Россия» Николай Остродумов, «Коммунисты России» Сергей Маленкович. В течение июля всем кандидатам в губернаторы предстоит собрать листы поддержки с подписями муниципальных депутатов, после проверки которых они будут допущены к выборам. В избирательную комиссию также поступили списки кандидатов на выборы депутатов собрания НАУ от девяти политических партий. КПРФ, «Единая Россия», «Гражданская сила», «Родина», «Справедливая Россия», «Коммунисты России», «ЛДПР», «Пенсионеры» и Коммунистическая партия социальной справедливости. Общее количество кандидатов по единому избирательному округу – 118. Еще 35 кандидатов примут участие в выборах депутатов собрания НАУ по одномандатным избирательным округам. Это представители партии и самовыдвиженцы. 14 сентября состоятся выборы и на муниципальном уровне, законодательные органы Заполярного района и города Наринмара. Пройдут избирательные кампании в сельских населенных пунктах округа, где предстоит выбрать глав Коткина, Амдермы, Колгуева, Харуты и Великовисочного. Продолжение следует...